МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости в студии теле радиокомпании Муравленко ТВ. Светлана Грачева, здравствуйте. И коротко о некоторых темах выпуска. Не поддаваться провокаторам, разжигающим панику. Эпидемии по сибирской язве на Ямале нет. Карантин введен локально в Ямальском районе. Конкуренция будет жесткой. В округе идет активная избирательная кампания. В доме после ремонта с крыши течет. Жильцы Ленина, 77, устраняют последствия потопа. Кто виноват и за чей счет наведут порядок в квартирах? На восстановление благополучия жизни семей оленеводов Ямальского района округ выделил 90 миллионов рублей. На эти средства обустроят порядка 100 новых чумов для семей оленеводов. Безопасная территория в Ярсалинской тундре в настоящее время определена. До переселения в новые чумы все тундровики продолжат оставаться в Ярсале под наблюдением врачей для окончания всех профилактических процедур. После прохождения антибиотикотерапии все жители из зоны карантина будут вакцинированы. Напомню, вакцинация сейчас проводится среди 211 человек Ямальского района. Поголовье оленей из зоны карантина полностью привито, и специалисты-ветеринары отмечают хорошее состояние стада. Животные перенесли прививки, падеж прекратился. В округе введен запрет на вывоз из Ямальского района любого мяса, пантов и шкур. Усилен ветеринарный контроль и досмотр во всех аэропортах, вокзалах, речпортах и всех транспортных узлах автономного округа. В месте очага в настоящее время ведутся работы по ликвидации павших животных, задействованной силой Минобороны Российской Федерации в составе более 200 человек. Весь личный состав у нас обеспечен всеми видами удовольствия, в том числе и зимним формой одежды, провакцинирован, готов и уже выполняет работы в зараженной территории. Как долго будет работать, спрогнозировать тяжело, потому что разброс оленей по тундре достигает чумов до 10 километров, причем одиночными. Чем быстрее мы будем их находить, тем быстрее их будем уничтожать и дезинфицировать местность. И в понедельник вечером состоялся телефонный разговор губернатора округа Дмитрия Кобылкина и председателя правительства Дмитрия Медведева. Было подтверждено, что все структуры готовы помогать региону справиться с ситуацией. Будут, скорее всего, еще добавлены люди для того, чтобы эту работу по утилизации животных выполнить как можно быстрее. Взаимодействие очень хорошее, сил и средств хватает, поэтому я думаю, что с этой проблемой мы должны справиться. Если мы вдвоем здесь стоим, значит уже взаимодействие организовано на высшем уровне. Жители Ямала призывают не поддаваться провокаторам, разжигающим панику. Эпидемии на Ямале нет. Карантин введен локально. Границы округа для въезда и выезда людей не закрыты. Подавляющее большинство кочевников из карантинной территории здоровы, но получают от ямальских врачей профилактическое лечение. Несмотря на то, что ямальский район находится далеко от Муравленка, городские власти ситуацию по профилактике сибирской язвы держат под контролем. Важно знать про инфекцию и соблюдать меры осторожности. Тема продолжит Эльвира Валя Ахметова. В последний раз вспышка сибирской язвы на Ямале была зарегистрирована в 41-м году. И вот спустя 75 лет инфекция вновь проснулась. На сегодняшний день она выявлена не только у оленей. Уже зафиксировано 9 случаев заражения представителей коренного населения. К сожалению, инфекция забрала жизнь одного ребенка. Губернатор Дмитрий Кобылкин распорядился провести тщательное, поминутное расследование оказания помощи. Медики применяют профилактические меры в отношении всех пациентов, в том числе с отрицательным диагнозом. В настоящее время Департамент здравоохранения совместно с МЧС проводит ликвидацию очага сибирской язвы на территории Ямальского района, где объявлен карантин. Для предупреждения возможных случаев заноса сибирской язвы из карантинной зоны в район города Муравленко была проведена санитарно-противоэпидемическая комиссия в администрации. Разработан план мероприятий. Городская больница полностью оснащена дезинфицирующими средствами и антибиотиками для лечения сибирской язвы. Медики готовы к оказанию необходимой помощи. Все пациенты с высокой температурой, с жалобами на кашель, с кожными высыпаниями, которые могут быть при сибирской язве, будут дополнительно обследоваться более внимательно. Сибирская язва не боится ни жары, ни холода. Она может храниться в почве до 100 лет. Споры могут погибнуть только в огне через два часа. От человека к человеку инфекции не передается. Забоя оленей в это время года на Ямале нет. Но жители, особенно гостей региона, призывают не покупать мясо оленя на стихийных рынках. Заболевание возникает при уходе за больным животным, при разделке туши этого животного и при употреблении вот этого зараженного мяса может возникнуть. Поэтому одной из мер профилактики является то, что нельзя приобретать мясо, в частности оленину, но и вообще мясо от крупного рогатого скота, в местах несанкционированной торговли, где нет документов на это мясо. И, возможно, мясо не проходило ветеринарное освидетельствование. Глава региона Дмитрий Кобылкин поручил главам всех муниципальных образований выявлять и предотвращать несанкционированные точки сбыта оленины. Наличие ветеринарного свидетельства на мясо крупного рогатого скота и в первую очередь оленины проверили народные контролеры Муравленко. В мясную лавку, к примеру, мясо оленины вообще не завозится. А вот на украинском рынке, в торговом комплексе «Ямал» деликатес продается в виде консервов и колбас. Мы не нашли ни в одной торговой точке свежего мяса. Полуфабрикаты – это тушенка, это всевозможное мясо, реализуемое на городском рынке, еще в некоторых магазинах. Они, в принципе, изготовлены еще в марте. Срок годности и условия хранения, они все соблюдены. Поэтому никакой опасности не вызывают. Ну, а право горожан покупать или не покупать эту продукцию – это уже дело каждое. По словам эпидемиологов, в этом году сибирская язва была зарегистрирована и в Казахстане. Поэтому специалисты убедительно рекомендуют выезжающим в отпуск соблюдать бдительность и при покупке мяса интересоваться наличием на него ветеринарного свидетельства. Другим темам. На Ямале началась активная избирательная кампания. Представители партии приступили к борьбе за своего избирателя. По прогнозам политологов, в связи с масштабностью предстоящих выборов, конкуренция будет жесткой. Кресла в Госдуме Российской Федерации, Тюменской областной думе и в ряде представительных органов муниципалитетов смогут занять только самые яркие и амбициозные политики. Подробности в следующем сюжете. Все зависит от нас самих. Как мы отработаем, какой процент и получим. Руководитель регионального отделения партии «Родина» Сергей Носкин рассуждает как опытный бизнесмен. За семь недель до единого дня голосования начинается самая интересная – публичная борьба за голоса избирателей. По мнению экспертов, в этой кампании градус дискуссии будет зашкаливать. Кампания проходит в сложных социально-экономических условиях. К сожалению, эти проблемные моменты могут использоваться рядом политиков в качестве популистских заявлений, поливания грязью своих конкурентов. Но я считаю все-таки, что здравый смысл должен победить. Если о победе здравого смысла еще говорить рано, то уверенно можно рассуждать о том, что на Ямале кампания пройдет без крупных скандалов на старте. Все реальные политические игроки допущены до выборов. Этому способствовала не только либерализация избирательного законодательства, но и более ответственный подход к делу. Люди подошли очень серьезно к подготовке всех документов. Качество документов намного лучше представляется. Это касается и по муниципальным выборам, в Тюменскую думу. Поэтому единственное, будет один отказ. Очевидно, человек не приехал сдавать документы на регистрацию, это в Муравленко. Однако Андрей Гиберт, как юрист, говорит скорее о процедурных вопросах. В вопросах политических, по мнению политолога Кирилла Истомина, далеко не все партии готовы серьезно относиться к борьбе с ямальского избирателя. Яблоко, Парнас, которые на либеральных позициях традиционно стоят, то, конечно, Северный Электорат это не их абсолютно. Даже по составлению списков видно, что Яблоко не рассчитывает, например, на Ямал полностью. Оно объединило 8 регионов неинтересных партий в одну региональную группу, куда Ямал в том числе вошел. Парнас объединила Ямал с Курганом, с Хантами, с Тюменью. Тоже достаточно крупная группа. И видно, что она создана только для закрытия всей России. Сложная транспортная схема, огромные расстояния и низкая плотность населения – все это не прельщает большинству оппозиционных партий. Куда проще работать в крупных городах, особенно если твоя политическая позиция не до конца очевидна. И расчет делается на быстрое достижение узнаваемости, считает политолог Евгений Забродин. Политика – это та же математика. Просто некоторые политические партии понимают хорошо, что сейчас они не смогут достаточно эффективно выступить на этих выборах на такой территории, как Ямал, потому что они не работали на ней очень долгое время. А надо было работать. За семь недель до дня голосования ставка будет делаться на преодоление барьера узнаваемости. А значит, нас ждет плакатная война, листовки и газеты в ящиках, а также общие фразы и оригинальные предложения, которым, возможно, не дано сбыться. Уж чересчур революционными они кажутся. При этом большинство экспертов полагает, что у партии Ленина на Ямале не так много шансов. Во-первых, исторически коммунисты не имели особого успеха у северян. Во-вторых, их основной избиратель – это, скорее, недовольный жизнью житель села или пенсионер. А на Ямале – что тех, что других немного. Кроме того, в соревновании в популизме есть очевидный фаворит, который как раз и рассчитывает на ямальского избирателя. Помимо «Единой России» ЛДПР будет активную работу на Ямале проводить. Это связано с тем, что из 135 региональных групп одна из крупнейших – это именно Ямальская. Соответственно, ЛДПР в этом смысле на Ямал рассчитывает. И, скорее всего, это связано с тем, что все-таки рейтинги партии именно в Ханты-Мансийском и Волнинском округах наиболее высокие. Так что, как считают политологи, именно от либерал-демократов стоит ждать необычных и ярких акций. Их главной мишенью станут коммунисты, между которыми и развернется борьба за почетное второе место. О том, кто же станет победителем избирательной кампании, специалисты уже сейчас говорят вполне определенно. И здесь никакой пиар или популизм не заслонит конкретной работы. Марина Мехедова, Анатолий Шуликов, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ» при содействии Департамента внутренней политики Ямала. На народную линию нашей компании сегодня поступил звонок от жителей 77-го дома на улице Ленина. В третьем подъезде затопило практически все квартиры с пятого по первый этаж. И это при том, что в доме сделан капитальный ремонт. В причине потопа разбиралась Яна Умрихина. В доме на улице Ленина, 77, совсем недавно сделали капитальный ремонт кровли. До этого, как утверждают жильцы, крыша не текла. Теперь же они не успевают выносить ведра с водой, льющейся на них с потолка. У нас поминя такого не было, что может что-то произойти. Понимаете, мы доверяли, думали, ну раз делали ремонт, все, течи у нас не будет на крыше. Но когда в 6 утра загремел гром, я вскочила, смотрю, у меня с розеток в коридоре вода льется. Шильцы сразу вызвали слесаря сантехника. Проблема оказалась вполне типичной. Забитая труба ливневого стока. Разобрать и устранить засор быстро не получилось. В подъезде из-за влаги начала отваливаться штукатурка. Потолок покрылся темными пятнами. В квартирах ситуация еще хуже. Многим придется заново делать ремонт. Ремонт, это говорит о том, что наоборот должно быть лучше. А у нас, видите, что это тепло. То есть ремонт наши деньги. То есть мы вкладываем за капремонт. Плюс деньги, наверное, муниципалитета. И вот результат такой. И все ничем. А кто будет отвечать, я не знаю. Разберутся, наверное. То, что обесточили, сидеть без телевизора, без покушения невозможно сейчас будет. Какое время? Не знаю. Через несколько часов ремонтники извлекли из трубы огромные куски битума, строительный мелкий мусор с крыши и деревянные палки. Всего несколько дней назад кровельные работы завершила подрядная организация ООО «Север» ИП «Мотивасян». Мусор нашли. Ну, я не знаю, будем еще разбираться, откуда взялся этот мусор. Сколько он там. Ну, дело в том, что, понимаете, оно работало сколько лет, допустим, ничего не было. После проведенных нам ремонтных работ на крышах, видать, добавили немножечко туда мусора, и все встало, и все. Сейчас управляющая компания «Дома ЖЭК-1» проводит проверку по работе подрядчиков. Уже составлен акт и идет разбирательство. Индивидуальный предприниматель свою вину отрицает. Комментировать ситуацию пока отказываются обе стороны. Но мы будем следить за ее разрешением. Яна Умрихина, Андрей Нагибин, телерадио компания «Муравленко-ТВ». Велосипед – экологичный вид транспорта, который позволяет быстро добраться до места назначения и быть в хорошей физической форме. А в селе велосипедисты помнят о том, что они участники дорожного движения. Это узнавала Марина Михедова. Чтобы проехать свою ежедневную норму в 15 километров, начинающий велосипедист Иван объезжает город вдоль и поперек. Конструкция велосипеда позволяет не задумываться о сложностях ландшафта. Стыки между плит, мне-то они не особо ощущаются. А вот другим участникам велодвижения нашего города, скорее всего, очень. Вот только в этом, наверное, минус. А так, в принципе, нормально, неплохо. Отсутствие инфраструктуры для большого количества муравленковских велолюбителей – тема обсуждаемая. Мечтая о крутых велотреках, большинство ездит по тротуарам, лавируя между пешеходами. Некоторые нормально ездят аккуратно, а другие, конечно, подрезают пешеходов. Несутся, как горелые, еще если на перегонки, еще если их несколько, то я прям даже в сторону отхожу. Надо дорожки специально устраивать. По дороге нереально кататься. По тротуару тоже нереально. У нас здесь в городе просто некоторые ездят против движения, не зная, что на велосипеде нужно ехать так же, как едут автомобили по правой полосе. Бывает, по пешеходному переходу проезжают, а не пешком идут с велосипедом. Это самое часто нарушаемое правило. Только за два последних месяца на юных велосипедистов составлено свыше 200 карточек. На взрослых – 6 материалов. В этом году уже было зафиксировано два случая, два ДТП на перекрестках, где велосипедисты, не спешившись, допустили, где водители автомобиля допустили наезд на таких участников дорожного движения. О культуре вождения велосипеда необходимо задумываться еще до его покупки, твердят инспекторы ГИБДД. Перед тем, как выпустить на улицу ребенка, покататься во дворе, необходимо проконсультировать его, объяснить, как необходимо ездить, где необходимо ездить. Запрещено категорически выезжать на проезжую часть и также быть очень внимательным во дворах, потому что движения у нас во дворах очень оживленные. Основные права и обязанности владельцев транспортных средств описаны в правилах дорожного движения. На тротуаре нельзя лихачить и создавать помехи для движения пешеходов. На дороге надо четко следовать знакам и светофорам. О культуре вождения говорит и содержание своего двухколесного друга в исправном состоянии и обеспечение его сохранности. Речь не о навороченных гаджетах. Световозвращатели – это обязательно. Звонок, крылья, чтобы не брызгаться грязью, трос, замок, исправные тормоза – минимальный набор ответственного участника движения. Таким в велосообществе Муравленко всегда будут рады. Я надеюсь, что будет больше велосипедов, больше будет отведено пространство именно под движение велосипедов. Я смотрю, стали появляться так называемые парковочные места для велосипедов, где можно приехать, спокойненько прицепить велосипед и идти по своим делам. То есть я считаю, что движение велосипедистов в нашем городе не утихнет пока. Сила, мужество и надежность сегодня вся страна отмечает 86-ю годовщину Дня воздушно-десантных войск. История этого праздника берет свое начало 2 августа 1930 года, когда под Воронежем на учениях военно-воздушных сил Московского военного округа на парашютах было десантировано подразделение в составе 12 человек. С тех пор без голубых беретов сложно представить российскую армию. Крылатой пехоте доверяют выполнение самых сложных задач. В Муравленко на воинском учете состоит 36 человек, прошедших службу в подразделениях ВДВ и пребывающих в запасе. На сегодня это все новости. В студии работала Светлана Грачева. Я благодарю вас за внимание. Всего вам самого доброго. Отличного настроения.